Сейчас вам покажу немножко наш дом. Вот это половина части нашего дома. Сейчас вам покажу, как немножко это выглядит все внутри. Вот так вот выглядит наш салон. Это вот первая сторона салона. Сейчас покажу вторую часть салона. Вот. Вот это вот идет обеденный стол. И выход на веранду. Сейчас покажу немножко веранду. Вот это наше любимое местопровождение. Здесь мы собираемся вечером на веранде. Такая вот достаточно длинная веранда идет. Вот это у нас идет вторая часть салона. И вот лестница идет на второй этаж. Здесь вот такие вот красивые картины висят. Смотрите, как красиво все. Здесь вот картина. И еще одна такая картина. Это лет 20 назад, наверное, отец моего мужа привозил из Египта. Смотрите, какая красота. В общем, вот такие вот красивые здесь картины висят. Вот такая вот красивая подставка оригинальная для цветов идет. Ну, а теперь я вам покажу наш второй этаж. Вот наша лестница идет на второй этаж. Вот эти вот перила отец моего мужа делал все сам. Они очень старые, потому что дом вообще сам старый. Ему же лет 20, наверное, если не больше. И вот это все вручную он делал, потому что он столяр. И вот так вот мы поднимаемся. И это мой второй этаж. Эта комната идет, где я шью, где я работаю. Сейчас я вам немножко покажу. Вот так вот выглядит мое рабочее место. Получается, у меня вот идет мой раскроенный стол, моя швейная машинка и мой оверлок. И вот это вот моя стена, на которой я всегда снимаю видео. Я делаю себя к съемкам. И вот здесь я вот так вот работаю. Это у нас идет здесь гардероб. Такой вот большой шкаф. Получаются открываемые окна. Мне очень нравятся вот эти вот двери. Они такие какие-то своеобразные, как бы отличаются от наших дверей. Ну, конечно, дом очень старый. Здесь все покрасить надо. Такой вид с него открывается. Здесь у нас гранаты растут. Их можно уже наблюдать. Гранаты уже созревают к осени. Вот это дерево с оливками. Вот это вот дерево с миндалем. Вот это вот тоже дерево с миндалем. И вот такой вот у меня открывается вид. Теперь мы после моей швейной комнаты рабочей идем в комнату для гостей. Выглядит она у нас вот так вот. Вот здесь у нас вот стоит кровать, стол обычный, коврик, шкаф. Сюда вот у нас идет выход на веранду. Вот идет вот такая вот ниша. Очень глубокая, встроенный шкаф. Куда можно положить свои какие-то вещи. Например, книжки, тетрадки, одеяло. Вот эту вот я вам комнату показала. Здесь у нас идет точно так же встроенный шкаф, встроенная ниша. И здесь еще одна идет большая комната, которая пустует. Получается, у нас здесь идет комната, которая пустует. Она достаточно большая. Вы помните, я кроила свой фатиновый шлейф. Отсюда на веранду открывается шикарный вид. Сейчас я вам покажу. Здесь вот такие вот идут красивые, интересные деревянные двери. Также сейчас открываем. И вот он, шикарный вид. Очень я люблю вот эту террасу. Очень люблю я эту веранду. Очень она такая большая. Если я вот так вот пройду, то я попаду опять в эту соседнюю комнату. Здесь один балкон на две комнаты. И теперь покажу сейчас другую часть дома, где я вот живу. Вот коридор стоит здесь, вот холодильник у нас. И идем дальше. Здесь прямо уборная с ванной. Здесь вот моя комната. И вот здесь, собственно, кухня. Она очень-очень маленькая. Вон, буквально сейчас покажу пол. Вот. Такая квадратура моей кухни. Она прям такая мини-мини, прям, знаете. Вот. Но я очень рада, что у меня есть хоть такая кухня. В этом бачке у нас находится вода. Воду мы набираем из колодца. И вот она у нас здесь стоит. И из этого кранчика мы включаем воду себе и пьем водичку. Здесь у меня лежат разные специи, какао, кофе. Здесь у нас посуда вот в этом ящике. Мойка. Здесь для мусора отдел. Здесь для посуды. Ну и это наш, собственно, маленький газ, на котором мы готовим кушать и делаем. Если честно, очень удобно то, что у меня есть такая маленькая кухня, потому что при помощи ее я могу готовить, я могу здесь находиться. Мне не надо бежать каждые пять минут на первый этаж. В общем, знаете, это безумно-безумно удобно. И вот она наша ванна. Здесь вот у нас стоит такой вот черный кафель. Мне он очень сильно нравится. Очень мне нравится то, что здесь есть окно, потому что когда помоешься, когда вот окно открываешь, все это просушивается. В общем, очень даже классно. Здесь вот у меня лежат наши красивые ракушки, которые я привезла с поездки на Магадию. Я их просто безумно люблю, обожаю. Планирую все их забрать с собой в Алмату. Ну, вот здесь вот моющие средства стоят. У нас зеркало ванне очень неудобно, то, что оно напротив окна находится. Прям, вы знаете, хочется его перевешивать. Ну, уже как бы мне это не надо. Ну, и в общем, здесь вот тоже мои ракушки лежат. И вот так вот выглядит моя комната, где я ночую. Здесь вот стоит манежка для жасмины. Вот наша кровать. Ну, в общем, такая маленькая, знаете, комнатка. Здесь вот маленький шкаф стоит. И телевизор. Здесь вот игрушки жасмины на углу стоят. В общем, вот такая вот маленькая у нас комнатка. Здесь у нас вот дерево с оливками. Вот прям в огороде, смотрите, растут. Вот такие вот красивые оливочки. Смотрите, как чудесно. В одной веточке их вот так вот очень-очень много. Мать берет, солит их солью. И зимой потом кушаем. Сейчас пойду покажу вам гранаты. Вот здесь вот очень много гранат растет. Вот прям все дерево усыпано. Вот несколько деревьев вот с такими вот гранатами. Вот так вот выглядит дерево с инжиром. Сейчас вам покажу маленький инжир. Смотрите, так вот выглядят наши сушеные инжиры, которые мы покупаем в супермаркетах. А в свежем виде они вот так вот растут на деревьях. Здесь вот у нас такой вот большой кактус. Вот это вот мушмула. Очень полезная, вкусная ягодка. Если вам интересно, почитайте. Она вот растет в основном весной, на лето уже. И она желтым цветом. Такая немножко оранжевая, как апельсин. Вот здесь вот у нас лимоны растут, смотрите. Как классно. Даже в огороде также у нас есть мандариновое дерево. Вот так вот выглядят вот мандарины на дереве. Они еще зеленые пока. Но скоро уже станут совсем желтые, а потом оранжевые.